Всем привет, ребят! Ну, все вы прекрасно видите, опять я ничего тут не спрятал, все хорошо, все замечательно, лежит такой комплект. Ну, я думаю, что многие сейчас просят, нафига? А нафига? Сейчас я вам объясню. Автомобиль у нас классический, то есть с задним приводом, ну, шестерочка, все замечательно, все классно. И погода-то у нас сейчас как раз такая, снег, все вот это, блин, то тает, то замерзает, постоянно все буксуют. Ну, действительно, не так просто ездить на таких автомобилях, тем более, если у человека еще мало опыта, так это прям вообще тихий ужас. Так вот, был когда-то такой небольшой лайфхак, если застрял и начинаешь там пробуксовывать, то, возможно, получится следующее. Можно было слегка натянуть ручечек для того, чтобы то колесо, которое у нас буксует, то есть дифференциал у нас как устроен, буксует у нас всегда, вот если он не заваренный, конечно же, без блокировки, буксует колесо то, которому меньше зацепления, которому легче всего прокручивать. Так вот, если там подтянуть маленечко ручечек, колесо якобы должно маленечко притормозиться, скажем так, нагрузка на него увеличится, и забуксует якобы второе, которое стоит. Но сейчас современные машины есть такие вот с интеллектуальным, скажем, полным приводом, да, которые работают как? Какое колесо буксует, то есть зажимается у нас тормозами для того, чтобы начало буксовать, буксовать, ну, вернее, не буксовать, а момент передаваться должен начать на другое колесо, и причем они ездят довольно-таки неплохо, эти автомобили. Ну, и вот, что мы решили сделать. Видите, да, у нас есть два цилиндра сцепления, есть у нас рукоять ручника, соответственно, тормозуха, цилиндрики, колодки, в общем, все, все сделали для того, чтобы заднюю тормозную систему привести в порядок. Значит, давайте соберем такую схему. Если вдруг машина застряла, вы понимаете, допустим, что у вас там буксует, там, заднее, там, левое колесо, вы берете простым нажатием на ручку, поджимаете колодки для того, чтобы крутящий момент передавался на второе колесо, потому что дифференциал у нас будет свободен. Ну, и путем вот таких вот колебаний, то есть левое и правое колесо, машина должна поехать, скажем так, намного увереннее и выехать спокойно вот из такой вот сложной ситуации, когда она уже просто так не может ехать. То есть надо, чтобы ей кто-нибудь либо помог, либо кто-нибудь что-нибудь схитрил. Так же ведь? Будем хитрить. Да, это тоже будет такая немного интеллектуально-ручная, короче, система передачи крутящего момента на задней оси. В общем, давайте-ка все это дело соберем и будем испытывать. Поехали! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, подъезжаю в приселы Горки Здесь, я думаю, уже просто так она не поедет Давайте, надо остановиться Остановиться, а теперь пробовать трогнуться Вот так вот, вот так вот Ну, давай, какой у нас тут Ага Ага, вот так вот понятно, что вроде то Так, ну, как, по очереди, да? Так, не работает Так, ну что, попробовать еще раз Вот прям вот отсюда, немножко со снежка поехать О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о О-о, забуксовала, забуксовала. Так, такое буксует. Так, сейчас поймем. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ага, буксует левая почему-то. Потому что левая поджимаю, она начинает ехать. Так, предлагаю попробовать все-таки разогнаться на льду, как поесть. О-о-о, зацеп сразу. О-о, пошло, пошло. Нормально, прям так. Блин, не работает, нифига себе не работает. Все вообще обалденно работает. Так, ну что, пробный заезд еще один. Тут надо, чтобы, блин, все-таки понимать, какой из них буксует. О-о-о, пошла, 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 пошла. Мотору, правда, тяжело. Он потому что пытается передать момент на тот, который легко крутится, колесо. А тут его раз и прижимают, заставляют крутить другое. Конечно, ему тяжко. На грузочку работает. О-о-о, нагружается, как нифига себе. Прямо, а-ай, рыбками идет. Отлично прям. О, у нас тут как раз сейчас, смотрите, как замечательно. О-о-о, давай, давай, давай. Сейчас поедем. Убегайте все, разбегайтесь. Ну. Ой-ой-ой. О. Ну, давай, 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 давай. Ай, чуть-чуть не хватило. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Не хватило совсем, чуть-чуть. Итак, ребята, значит, что в ходе нашего эксперимента мы все-таки выяснили. Значит, вот такая система блокировки дифференциала. Ну, скажем так, что она работает. Но, как вам объяснить-то, я же не компьютер, в любом случае, не вижу, какое колесо у меня там проворачивается. Ну, по ощущениям вроде понимаю, да. И когда я начинаю его притормаживать, прям, особенно если попадаю с первого раза в то колесо, которое нужно, то есть, ну, в левое, лево, правое, то получается, что получается прям такой подхват, ну, прям, реально, когда момент передается на то колесо, которое не буксует, у него же зацепт лучше, оно толкается, и прям, блин, прям эффект есть. И очень даже хороший, прям, такой, скажем, необычно как-то это, непривычно такое ощущение, что кто-то подбирал, сзади начал подталкивать. В общем, что? Работает. Работает, причем, довольно-таки необычно это. Очень даже классная штука, поэтому, ребят, на все вы с нами прекрасно видели, все это работает. Пускай даже мне не получилось, чтобы она на 107% заработала, ну, по крайней мере, на 99% она заработала. Поэтому, ребят, у меня на этом все. Смотрите на нас, подписывайтесь, обязательно что-нибудь предлагайте, ставьте вот такие лайки. Ну, все. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok